всем привет сегодня у нас чуть более чем за полночь на 24 декабря 2019 года шулявка просто не отпускает меня вчера целый день потратил на монтаж на выкладывание трехсерийного супер обзора про асфальтирование мостовой части хотел расслабиться вечером выпить пиво но не тут то было пишут наши зрители замечательные активные за это вам большое спасибо о том что на вебках на камерах видна какая-то непонятная активность в районе съезда заезда на улицу гетьмана что-то делают асфальтоукладчики что-то делает кран какая-то сварка работает в общем что-то происходит что никто не может понять пришлось сегодня ехать разбираться что тут и как поэтому не забывайте подписываться наш телеграм-канал вступать нашу группу фейсбук подписываться на страницу фейсбук все ссылочки в описании снизу а мы смотрим что у нас ночью на шляхском путепроводе сейчас мы с вами находимся на самом верху прямого съезда заезда на мост возле самой мостовой части на улице гетьмана видим что настоящее время наблюдается такое затишье особо людей не видно но все на самом деле проще сейчас обеденный перерыв ночной у ночной смены 12 часов поэтому здесь сейчас мы никого не видим но мы смотрим что у нас делалось за это время для начала у нас будет ответы на комментарии сейчас я вам показываю деформационный шов с одной стороны точно такой же только другой модели с другой стороны как видим он живой здоровый а были вопросы касаемо не забили ли асфальтом этот шов и не испортились ли резинки объясняю что предварительно перед укладкой асфальта были эти швы все засыпаны тщательно песочком для того чтобы асфальт не попал час как видим по крайней мере с этой стороны они очищены мы потом пойдем посмотрим на другую сторону далее что-то варилась меня сообщали и спрашивали что могло вариться но я могу предположить это вот как раз на этом шве что варился каркас шкафной стенки и подваривался он уже к береговой части деформационного шва почему это не было сделано раньше это плавно перетекает у нас другой вопрос который также нам задавали задавали вопрос зачем надо было сначала мостовую часть асфальтировать почему нельзя было сначала сделать съезды заезды поэтому я сразу отвечаю на два этих вопроса хотя уже это все объяснялось но возможно люди подключились позже возможно невнимательно смотрели и так мост у нас металлический у металла такой достаточно существенный коэффициент расширения и сжатия температуры и поэтому он и сам по себе вот при обычной погодной температуре сжимается разжимается но когда на него укладывать асфальт с температурой там 130 140 150 градусов то еще больше получается расширение и сжатия из-за этого мост у нас стоит на временных опорах и шов не забетонирован еще шкафные стенки береговые потому что это экстремальное такое расширение моста получается при асфальтировании более вы знаете что асфальтирование быстро проходила поэтому мост расширялся практически по всей его длине поэтому после того как прошло асфальтирование оно кстати успешно прошло слава богу сейчас будет бетонироваться уже постоянные опоры когда мост уселся в нужное свое место опоры там имеют люфт порядка если не ошибаюсь 80 миллиметров на обычное расширение сжатия моста и также будет бетонироваться береговые части этих швов поэтому надо было сначала асфальтировать мост и поэтому вот сейчас только варят швы береговой части мы видим что здесь лежали плиты стальные пока заезжали асфальтовозы сюда сейчас плиты уже убрали это кстати к вопросу что делал кран кран убирал плиты вот там они сейчас сложены и также кран уставлял уже опалубку для шкафной стенки мы видим часть опалубки выставлена часть еще вот-вот будет выставлена и пока еще временно стоят здесь вот эти вот блоки пока мы видим что они стоят для того чтобы с одной стороны на них опирались плиты когда по ним заезжала техника с другой стороны для того чтобы засыпка не обваливалась сторону отсутствующие шкафной стенки на сегодняшний день и сейчас в них еще и упираются в добавок опалубка далее мы плавно переходим к вопросу который больше всего интересовал зрителей веб-камер что собственно здесь сегодня делали асфальтоукладчики на вот этом вот заезде ну я уже в двух словах говорил там в одной из частей нашего мега обзора но видимо это прошло мимо ушей людей не очень внимательных оказывается два асфальтоукладчика которые стояли у нас под мостом накануне они были предназначены именно для того чтобы укладывать не асфальт а щебнево-песчаную смесь в подушку под асфальт так называемая дорожная рубашка это уже мелкая фракция идет вы видите что это достаточно гладко это практически как бетон холодный бетон и вот сейчас мы идем как раз по вот этой верхней части подушки она такая гладенькая практически как яичко сплошная потому что чем она отличается от предыдущего слоя тем что там был крупный щебень и там был только песок вместе со щебнем а здесь уже добавляется цемент соответственно сейчас идет такой слабенький слабенький дождик даже я бы сказал не столько дождик сколько мрячка и цемент постепенно под влиянием этого дождика превращается сами знаете во что в бетон асфальтоукладчики укладывали всю эту поверхность катки соответственно разравнивали кстати каток там до сих пор шевелится думаю мы там чуть позже подойдем туда если он не перестанет шевелиться то мы на него еще посмотрим и мы видим вот такую шикарную шикарную сделали но мне так кажется или же наполовину или по крайней мере почти наполовину ширины всего съезда и от очень я был удивлен когда я узнал что вроде бы завтра собираются асфальтировать эту часть для меня это честно говоря была неожиданность я думал что будет еще немножко тут что-то делать но как мы видели аврал это еще не вовсе не значит что страдает качество потому что здесь куча всяких проверяющих лаборатории проверяющие заказчика проверяющие внутренние фирм которые исполняют работы проверяющие даже чуть ли мне сказали что здесь где-то и прокуратура отметилась потому что стройка резонансная много про нее всяких слухов ходит и поэтому тут буквально каждую в каждую дырочку суют нос миллион проверяющих поэтому здесь просто что-то нарушить технологию смухлевать это она не знаю практически невозможно мне кажется не менее удивительным сейчас для меня было то что я сейчас вижу и показываю вам а именно выставленные бордюрные камни будущего тротуара хотя на самом деле я сегодня уже был об этом предупрежден не геодезисты рассказали что они сегодня уже дали там какие-то отметки для выставления камней то для меня тогда уже было удивительно почему потому что предварительно я слышал что тротуары будут делаться в последнюю очередь возможно даже уже после запуска движения но как видим опять переигралась концепция причем в лучшую сторону ну я конечно допускаю что я мог просто что-то недочуты но по крайней мере факт остается фактом и сегодня еще утром вот эти самые точки геодезические были выдох на сегодня мы видим что уже полностью стоит бордюр и это значит что под него будут асфальтировать ближайшее время возможно сегодня после обеда ночного люди выйдут и будут доделывать вот этот вот кусок работы а именно участок по которым я сейчас идут там где еще нету верхнего слоя чпс с цементом может быть они это будут делать завтра не знаю пока мы видим какая кавалькада техники выстроилась грейдеры катки еще чего-то и мы видим что видимо или закончился обед у кого-то из операторов катков или может человек не голодный был просто может рвение показал но тем не менее тем не менее мы видим работающий каток и видим еще а и погрузчик кстати фронтальный в прошлом обзоре в первой части я рассказывал вам про люки канализационные я говорил что на каких-то из них я видел квадратные крышки на каких-то кругу я предположил что квадратные крышки ложится там где по расчетам проектировщиков какая-то особая нагрузка но видимо я тоже что-то недопонял потому что сейчас я вижу вот мы стоим с вами и наблюдаем что везде теперь лежат поверх круглых крышек еще и квадратные ну для чего квадратная вам объяснял для того чтобы именно люки не проваливаться может квадрат имеет большую площадь опирания и соответственно здесь получается крышка двойная проваливаться эта вся конструкция я думаю не должна ну разве что может танки по ней какие-то будут ездить но мы надеемся что такого никогда в киеве не случится только на парады мы еще раз смотрим на гладенькую гладенькую подушечку которую сегодня вечером уложили и продвигаемся уже работающей техники а вот здесь мы видим заканчивается участок верхнего слоя и мы наблюдаем как готов и фронтальный погрузчик готовят нижний слой под укладку верхнего еще видим один квадратный колодец точнее крышку колодца кстати уже видно что это под асфальт идет потому что предварительная эта подушка она была такая достаточно горбатая и было не совсем понятно каким образом вот машины так по этим горбам будут ездить но это было непонятно скажем так людям не искушенным но теперь мы видим что все очень плавненько идет а асфальт он в принципе повторяет форму вот этой подушки соответственно если подушка ровная ну или плавная на таких заездах соответственно асфальт тоже должен быть ровненьким и плавненьким и вот мы зашли со стороны большевика и видим что бордюр бордюрный камень выставлен аж до самого окончания сборной шкафной стенки даже чуть-чуть заходит на монолитную маленькую стеночку в конце так что постарались поработали по бордюру так не слабой бордюра как видим в избытке завезли сюда но еще надо делать противоположную часть не знаю сейчас я будет или нет делать но по крайней мере мы видим запас хороший здесь по камням и опять какую-то находим мы новую траншею не знаю какая труба лежит возможно возможно это наш коллектор канализационной ливневый а может быть это демонтирует старую газовую трубу пока мне непонятно я думаю что мы потом об этом узнаем это так для общего информирования вас по правой стороне если идти с улицы гетьмана на мост пока мы видим бордюров нету но угадывается где они будут мы с вами находимся на мостовой части теперь и видим сложенные ограждения много оцинкованных таких вот интересных ограждений почему я говорю интересных потому что они так смотрю сделаны так чтобы они входили одно в другое как детский конструктор а снизу они будут прикручиваться соответственно к закладным на мосту не знаю будет ли крепиться между собой эти секции возможно что даже и не будут а будут двигаться как своеобразные такие температурные швы их стыки между собой также мы идем ну вы все уже знаете я хоть этого и не показывал но по вебкам вы уже в курсе о том что полностью заасфальтирована вся мостовая часть соответственно сейчас мы идем по той полосе которую я оставлял еще не асфальтированной мы видим что достаточно такой низкий получился у нее бордюр и как мне объяснили уже говорил об этом но еще раз повторюсь будет какой-то тонкий асфальт может быть полимерный асфальт на самом тротуаре технически в общем-то тротуар он не сильно предназначен для пешеходов это более для обслуживания потому что на него трудно попадать но тем не менее он должен здесь быть и скорее всего что вот так и останется этот бордюр а для того чтобы его колесами ту же самую гидроизоляцию не нарушали отбойники будут выставлены как мне сказали вровень с ним честно говоря после стольких месяцев отсутствия моста в принципе так неожиданно идти по асфальту как будто вот здесь стоял всегда крайне мера здесь стоял столько сколько я себя помню и вот сейчас мы идем вновь к асфальту и подходим к съезду на святошин сейчас посмотрим что там успели сделать кстати вот мы наблюдаем как замечательно по разуклонке асфальта стекает водная струя из центра сторону данном случае довженко и краю где-то она там должна найти но сейчас она к сожалению не найдет этого но в перспективе должна найти себе сливное отверстие в начале съезда мы видим тут какую-то такую странную конструкцию сделали я вот не могу пока понять что такое или это просто временно положили заготовку для лежня но как-то она странно для меня выглядит в общем мы конечно увидим это я думаю завтра послезавтра что это такое но пока вот какая такая для меня загадка и выставлена опалубка но для меня пока тоже непонятно это вроде бы не опалубка для шкафной стенки а наоборот направлено наружу может быть это какая-то такая хитрой формы будет плита примыкания потому что мы видим что внизу оставлено такая углубление в виде желоба где штыри находятся которых плита примыкания должна стоять дальше идет возвышение и подготовлена такая ровненькая площадка уже с частичной тоже опалубкой в общем тоже пока этот съезд для меня загадка может быть если вы знаете как это понимать вы расскажете мне это в комментариях но я пока не знаю и мы снова смотрим на деформационный шов уже в данном случае на стороне довженка видим что резинки в идеальном состоянии потому что как я уже сказал здесь были защищены они песком и наконец мы видим что и здесь также убраны плиты металлические которые временно защищали всю эту промежуток пока фундаментные блоки не убраны мы видим переварен уже каркас по нормальному но он уже был почти сварен но сейчас мы видим его вроде бы как в полной уже боевой готовности пока опалубки не наблюдается здесь но ситуация в общем то такая же как и на другом съезде-заезде сейчас мы с вами находимся на нижнем слое подушки щебнево-песчаной которая имеет у нас крупную фракцию и которая не имеет пока цемента мы видим что убрали лишние а почему лишняя была потому что делали дополнительную насыпку чтобы прошла техника сейчас мы опять смотрим что у нас мы видим фундаментные блоки и здесь все это разравнивают готовят для того чтобы уже верхний слой этой подушки формировать такой же как и на другой стороне и здесь тоже мы видим активность какую-то техника работает еще один по моему new holland или что-то подобное ему тоже занимается разравниванием вот этой всей подушки также вот я сейчас иду и замечаю даже ногами что все стало гораздо плавнее заезд не знаю насколько передаст это не передаст камера но такой вот ровненький плавненький заезд и получился здесь да действительно new holland тоже работает их несколько штук здесь я уже об этом рассказывал но опять встретил комментариях вопросы поэтому я повторяю за таких невнимательных зрителей о том что здесь будет 60 сантиметров даже чуть больше вот толщина этой всей дорожной рубашки 20 сантиметров будет нижний слой подложки щебнево-песчаной 20 сантиметров верхний слой подложки щебнево-песчано-цементной и насколько я помню три слоя асфальта здесь будет здесь мы видим как ребята разравнивают сетку я так понимаю что надо там сделать для колодцев промежутки в ней и положить ее тоже на более-менее выровненное песчаное основание понимая что сетка у нас ложится вот как мы тут уже видим сверху песчаного основания под нижний слой щепы с а и ложится она именно в местах где наибольшая нагрузка то есть там где идет перегиб с горизонтального асфальта на подъем-спуск получаем удовольствие от внедорожных качеств этого погрузчика такой перепад где-то наверное полметра спокойненько съезжает отсюда также будет выезжать мы с вами вроде бы как все участки где что-то делается проверили видим потихонечку потихонечку собирается народ с обеда площадка оживает мне уже сказали что основной удар будет завтра 6 часов потому что на ночную смену все-таки когда такой вот авральной работы как перед дождем когда надо было закончить по-сухому всю гидроизоляцию нету поэтому людей после нескольких дней у такого без отдыха практически работы отпустили отдохнуть какая-то часть людей работает ночную смену на завтра 6 утра здесь будет опять человейник совершенно неожиданно для меня оказалось что ночная смена даже вот на этом маленьком участке присутствует и пока я гулял с вами разговаривал мы видим собрались люди и довязывают арматурку доставляют опалубку и причем меня вообще удивили сказали что оказывается под утро должен быть бетон не могу не отметить этого своем видео отчете да не ожидал я что даже кран будет ночью работать непривычно тем не менее шумаем это моему прошло еще 10 минут людей еще добавилось но собственно включение это я делаю не ради этого ради того чтобы сказать вам интересную подробность только что я узнал ну я как бы видел это но для меня было непонятно я думал что может быть это у меня какой-то что-то я не так понял имею ввиду я провода которые запаковываются внутрь этой шкафной стенки каркаса оказалось что я действительно все правильно понял это настоящие провода и сейчас собирается система подогрева бетона когда будет заливаться эта стенка для того чтобы он набрал свою прочность потому что здесь такого качественного тепляка сделать не удался поэтому здесь будет внутри этой шкафной стенки электро обогрев всего этого процесса сейчас мы видим одного из наших старых знакомых сварщиков которые хочет передать привет городу умани передавайте всем родственникам знакомым поехал ворить сейчас даже и под мостом кто-то присутствует там перекрикиваются кто-то что-то поддерживает и сейчас еще раз подтвердили что в 5 утра заказан бетон поскольку дожди с праленными дождями у нас прогнозе то соответственно надо успеть все переварить до тех пор пока начнется этот самый дождь видим пошла опалубка установка очередного щита кстати вот мы видим как начали уже извлекать потихонечку из асфальта деревянные щиты и очевидно будут в ближайшее время устанавливать сливные горловины интересную такую подробность мне рассказали что вот эти вот горловины они будут сделаны таким образом что они будут как принимать основную массу воды сверху которая ну не успевает впитаться в асфальт также они будут и капельную миграцию вот этих вот потоков по верхнему слою асфальта принимать через какие-то специальные боковые не знаю там приемные отверстия ну что ж на этом я заканчиваю наш ночной репортаж времени у нас пол второго ночи я вас благодарю за ваше внимание за ваши подписки лайки комментарии интерес моему каналу к стройкам киева если вдруг еще не подписаны подписывайтесь жмите колокольчик чтобы не пропускать новых видео подписывайтесь на наш телеграм-канал на нашу страницу фейсбук вступайте в нашу группу фейсбук делитесь своими видео говорю вас за ваши донаты конечно же вы помогаете своими пожертвованиям существовать нашему каналу помогаете мне заниматься той деятельностью которая занимаюсь для вас и для будущих поколений также напоминаю что мы в очередной раз собираем на ремонт кодрокоптера если кто-то спросит почему он так часто у меня бьется ну что ж кто ничего не делает у того ничего не бьется я стараюсь если вы может быть вы даже заметили сейчас последнее время чаще делать аэросъемку стараюсь какие-то интересные кадры делать с небольшой высоты с какими-то какими красивыми пролетами к сожалению не всегда это удачно для меня заканчивается поэтому я вас благодарю за вашу помощь конечно же благодарю наших постоянных донаторов приятно что уже появляются такие люди которым долгое время не безразлично то что мы делаем огромное вам спасибо всех стараюсь поблагодарить кого мне показывают фамилии моя сводка из приватбанка персонально кого не показывают там из других банков бывает что из привата не всегда показывает но извините тех я вынужден как анонимных донаторов отмечать все равно большое спасибо до новых встреч до новых обзоров мира здоровья счастья любви пока не планировал я сегодня заглядывать под мост но поскольку я узнал что здесь кто-то работает то не могу вам этого не показать что вы не думали что я приукрашиваю действительность что мы здесь видим кроме рабочих это то что выставлена уже опалубка внутренняя на шкафную стенку также мы видим что сделаны уже каркасы для подферменников это значит что будет бетонироваться не ближайшее время потому что уже мы видим как минимум три опалубки на подферменниках и очевидно 2 еще будет доставляться может быть даже сегодня и под мостом мы видим снова кучу карнизных блоков очевидно для подпорных стен боковых и кучу бордюров везде у нас бордюры 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 бордюров надо много мы это видим по всем заготовкам также огромное количество пустой тары которая была использована для нанесения гидроизоляции системы вся она в качестве доказательства стоит здесь собранная совершенно внезапно обнаружил еще одного рабочего здесь просто меня радует ночная смена все больше и больше я помню как здесь по 6 по 8 человек было не считая охранников на всей стройке а сейчас тут только если не ошибаюсь 12 человек я насчитал только на одном маленьком пятачке не говоря уже о обоих съездах где еще куча людей что-то делает и как мне сказали сейчас с обеда вернуться вот так вот мост живет ночью и и и Субтитры создавал DimaTorzok